Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас будет довольно таки необычное видео. Сегодня будет обзор сервера на ITRP. Это, если что, проект одного из людей, который владел раньше район РП и Кондор РП. Если вы играли когда-то на район РП или на Кондор РП, то ваш аккаунт здесь может быть, потому что все аккаунты с района и с Кондора перенесли на этот сервак. Здесь очень прикольная система регистрации. Конечно, все по-разийски, но вроде бы как понятно. Здесь вы можете выбрать свой пол, как бы вот, мэн это мужской пол и вомэн это женский пол. Американ, типа, можно внешность выбрать. Я думаю, вы нормально отнесетесь к этому видео, потому что обзоры серверов у меня крайне редко на канале выходят. Так, Италия, 18 лет, давайте мне 21 выбираем. Ну, давайте такой скин возьмем, в принципе. Так, все, регистрация прошла успешно у нас. Если что, это, пацаны, бонусный проект, то сразу можете зайти и спокойно играть. У вас будут денежки и там и так далее. Если что, пацаны, этот сервак открылся буквально вчера и я сегодня записываю, как бы, обзор этого сервака. Давайте посмотрим, что у нас тут на спауне есть. Помощь по серверу получается. Вот вы можете здесь посмотреть самую полезную для вас информацию, в принципе. Ну, давайте, знаете, что посмотрим? Посмотрим маппинги и систему всякие там. Как я понял, мы появились в Южном и, блин, здесь довольно-таки симпатичный маппинг реально, потому что вокзал выглядит очень симпатично. Я, честно, зашел первый раз, прям при вас зарегистрировался и мне реально интересно посмотреть, что здесь есть. Здесь у нас есть такой очень красивый порт, давайте туда съездим, возможно, там есть какая-то работа. Хотя работать там нет смысла, потому что у нас, как бы, есть 30 миллионов. Скорее всего, здесь работы никакой нету, потому что здесь нету даже никакого чекпоинта. Очень симпатичный спидометр. Мне прям регистрация, вот это все понравилось, реально очень красиво все выглядит. Давайте посмотрим по GPS, что у нас вообще здесь есть. Так, важные места. Мэрия Южный, Мэрия Арзамаса, Мэрия Лыткарина даже есть. Здесь аэропорт Батырево, Банк Южный, больница, авиашкола есть, военкомат. А, центр водного транспорта еще есть. Здесь много чего интересного, давайте съездим в Мэрию, вообще просто посмотрим, как это все выглядит. Да, я знаю, вам это не интересно особо смотреть, но сейчас мы быстренько посмотрим, что здесь есть вообще за работы. Не, ну, пацаны, по маппингу здесь реально очень все круто. Смотрите, просто такой вокзал получается. Даже, понимаете, вот такие мелочи, как мусор, даже вот, видите. Здесь везде валяется мусор, типа, ну, это реально круто выглядит. И сам вокзал, типа, вот эта станция выглядит довольно-таки симпатично, знаете, такое большое здание. Такие новейские лавочки, мусор. Реально выглядит все круто, пацаны. Так, я приехал в Мэрию, сейчас посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Ну, интерьер довольно-таки большой, я вам скажу. Всякие кабинеты. Здесь вот кто-то есть, получается. Медведь. Блять, вот что-что, блять, ну, Мэрия и Медведя я не ожидал увидеть, пацаны. Здесь просто стоит медведь. Ну, то есть, точнее, игрок, киней медведя. IP, пацаны, если что, будет в описании. И также есть модпак у них. Модпак с автоустановкой, там просто нужно будет выбрать папку с игрой. И установщик сам за вас все сделает. Ссылки, повторюсь, все будут в описании. Работа пилота, кстати, есть, пацаны. Вот эти работы, реально, пилоты пожарные. В третьей же не на каждом проекте. И я бы хотел их посмотреть. Вот какой у меня даже уровень. А, у меня третий уровень, пацаны. Но если у вас будет интерес, пацаны, к этому проекту, то я мог бы еще пару серий записать. Посмотреть, допустим, работу пилота, работа пожарника, там и так далее. Но это меня уже, как бы, заинтересовало. Еще есть работа инкассатора. И есть, получается, работа дальнобойщика. Вот мне интересно посмотреть работу дальнобойщика, работу пилота и работу пожарного. Так, пацаны, я до автосолнечника не доехал, но здесь есть аренда транспорта. Как бы, вот это бизнес, если что. Его уже купили, к сожалению. Ну, потому что, как бы, бонус дается, и все почти бизнесы раскупили, я думаю. Ну, как, не все, скорее всего. Но, я думаю, многие бизнесы раскупили. Да, латчеди, прикиньте, пацаны. Такая на стиле еще на дисочках. Ну, модпак здесь такой интересный. Знаете, вот, мустанг есть, додж. Давайте, я не знаю, что возьмем. Давайте возьмем Мерседес Макларен. Так, все, включили фары, поехали. Ну, блин, здесь реально маппинг мне очень нравится. Как бы, вот здесь еще какой-то рынок есть. Ну, реально, блин, я бы не сказал, что это какой-то бонусник. Вот, реально, он выглядит кому-то, знаете, какой-то серьезный проект, которому уже несколько лет. Потому что, ну, маппинг хороший такой, системы, модпак. Вон, какой-то рынок еще находится здесь. Давайте зайдем, кстати, посмотрим на рынок. Я уже никак не могу доехать до автосалона. Просто, ну, здесь столько всего нового, интересного, что реально хочется все посмотреть. Так, давайте посмотрим. У прилавка нет продавца. Да, это, пацаны, рынок. Здесь вы можете продавать какие-то, наверное, аксессуары, скины там и так далее. Это довольно-таки круто. Рынок выглядит довольно-таки симпатично. И красивый маппинг. Ну, реально, угодно, пацаны. Вот, согласитесь, очень все угодно выглядит. Все, давайте уже точно поедем к автосалону. А там уже, возможно, еще что-нибудь я вам покажу. Блядь, я, конечно, все понимаю, но, блядь, тут мост замененный, блядь. Тут мост замененный просто. Это, блядь, как? Какие КПП красивые. Ёб твою налево. И мост новый стоит. Чтобы понимали, пацаны, это не 037, это 03Е. Они умудрились такое сделать 03Е к РМП-версии. Нихуя себе, я по-другому не могу сказать. Это просто жесть, какой мост красивый. Я реально такого не ожидал. Я вам серьезно говорю, я первый раз зашел сюда, и это мои живые эмоции, пацаны. Да, это полностью, но он выглядит, как будто это реально какой-то крупный, с хорошим бюджетом проект. Это так настолько круто, пацаны. Я реально не ожидал, что здесь настолько крутой маппинг. Они продаются вот так вот. Здесь есть приорка за 2 миллиона, кстати. Ну, не очень дорого, учитывая, что бонус довольно-таки хороший. Есть BMW, получается, есть Vesta. Но я так понял, здесь не все машины в автосалоне находятся. Давайте побегаем еще посмотрим. Ну, мне кажется, здесь есть еще какой-то автосалон, потому что, ну, я не верю в то, что, как бы, это все, типа. Давайте, значит, купим X5, типа, ну, как бы, X5, я считаю, это нормально. Он стоит 4 миллиона. Блин, либо я клево модпаку установил, либо что-то тут немножко не так. Так, 4 миллиона купить. Все, я купил машину, пацаны. За 4 миллиона все закрываем, заводим. Ну, блин, он реально такой шустенький еще. Ну, блин, маппинг реально очень годный. Здесь еще особняки есть, да? Вот это я понимаю просто уровень, пацаны. Уровень просто зашкаливает, реально. Но особняки, к сожалению, все уже раскупили, как я понял. Ну, печаль ко чему сказать. Немножко не успел, поздно я зашел. Да, все особняки раскупили. Ну, пацаны, вот согласитесь, по маппингу просто, ну, 5 из 5 просто. 5 из 5 я вот даю. Давайте еще съездим на другую рублевку. Я так понял, здесь особняки, там тоже есть особняки какие-то, но попроще. Сейчас посмотрим, возможно, там что-то есть по ГОСу. Хотя я сильно сомневаюсь. Ну, да, здесь уже все раскупили так же, да? Вообще по ГОСу ничего нету. Так вот, водный транспорт можно здесь купить. Так, давайте посмотрим вообще, как это все выглядит. Еще можно, пацаны, свою лодку купить, да? Я так понял. Яхта получается. Ну, и все, да? Так, я вроде бы купил себе лодку, кстати. Бля, сколько она стоила, я не посмотрел. У меня осталось 8 миллионов. Сколько, блядь, на лодках стоила, я не видел. Походу, она стоила довольно-таки много, пацаны. Ну, блин, лодку свою иметь даже можно, понимаете? Вы просто заходите, можете купить себе машину сразу и лодку. Правда, я не понял, почему меня откинуло так далеко отсюда. Ну, скорее всего, это такой небольшой баг. Так, вот моя лодка, кстати, появилась. Давайте заценим. Не, ну моделька у нее симпатичная, мне уже нравится. Так, давайте лог, садимся. У вас нет лицензии на водный транспорт. На лодку упали платные номера, пацаны. 3А388. Блин, почему мне эти номера на Икса не выпали, понимаете? Ну, почему мне на лодку выпали, я не понимаю. Так, а как мне на Икса переключиться? Я хочу на Икса номера получить. У меня на лодку выпали, понимаете, платные номера. Ну, ладно, пацаны, я думаю, на это будем заканчивать, потому что, ну, серия так, я думаю, идет минут 15, может быть, 10. Тем более, я все вам за одну серию точно не покажу. Вот, если вам понравилось, можете, как бы, поставить лайк и написать в комментариях. Если вам реально понравилось, то я могу еще зайти, потом, и записать для вас еще одну серию, и показать уже, там, Батырева, разные системы, другие, там, и так далее. Поэтому, если вас заинтересовал этот проект, то просто поставьте лайк и напишите какой-нибудь приятный комментарий. Повторюсь, IP есть в описании. На этот проект нужно заходить именно через мультиплеер, как бы, ну, через обычный мультиплеер 0.3E, получается. И модпак можете, как бы, тоже скачать и установить с помощью автоустановщика, там все легко делается. Просто выбирайте папку с игрой, и он сам устанавливает вам модпак. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.